Добрый день! Меня зовут Станислав и вы на канале Орхидеи Дома. Как вы помните, в первой посылке весенней этого года было 8 орхидеек, 4 из которых были с цветоносами и 4 без. Вот как раз на вашем экране сейчас те 4, которые без цветоноса. Давайте мы внимательно посмотрим на них и определимся, что мы будем с ними делать. Значит, вот первая красавица. Все орхидеи без названия, к сожалению. Вы видите, что она болтается, то есть посадка здесь не очень получается хорошая. Скорее всего, что да, проблема с корнями. И мы ее, вот видите, гнилые. Будем, конечно, сейчас потрошить. Следующее. Ну, тоже посадка не очень крепкая. Вверху несколько корешков. Есть хорошие, есть не очень. Здесь в посадке мы видим вроде бы неплохие живые корни. Так, следующее. Здесь чуть-чуть получше, кстати. Тургор. Как вы помните, я вам уже показывал, как я обрабатывал их от вредителей. И я сделал еще вторую обработку через сутки после первой. Они, как вы помните, пришли все мокрые. И вот смотрю, тургор у листьев довольно-таки неплохой. Но, так как орхидея неплотно сидит в посадке, а болтается, то есть большая вероятность, что там проблемы с корнями. Вот такие, вот как вы видите. Но просматриваются и хорошие. То есть в любом вскрытии, как говорят хирурги, вскрытие покажут. Ну и последнее. Тоже в посадке она болтается. Есть, просматривается хороший корешок. Вот еще несколько. Ну что, будем потрошить. Так, сейчас я найду ракурс, какого лучше вам это показывать. Попробуем, наверное, сейчас вот так вот. Да, легко выходит из посадки. И мы видим торфяной стаканчик здесь и кучу гнилых корешков. Так. Сейчас я уберу торфяной стаканчик. Он довольно-таки легко убирается. Ну и понятно, что внутри здесь все, извини, все. Вот поэтому и орхидейка в посадке и болталась. Вот видите, это все мы будем сейчас срезать. Так. 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 Продолжение следует... Вот получится у орхидейки раз, два, три корешка. И нам придется ее ставить на наращивание корней. Здесь сейчас я уберу кусок засохшего листика. Который будет мешать проклевыванию новых корешков. Так, а что у нас здесь? Так, какие-то... Темные пятна... Нет, вроде бы... Все хорошо, я думал пошла стволовая гниль, но нет. Так, смотрим, что мы можем сделать здесь. Здесь мы можем вот так вот обрезать. Значит, видите, живая ткань есть. Мы посмотрим. Этот корешок мы сейчас трогать не будем, так как он нужен будет для питания при наращивании корней. Но когда пойдут новые корешки, мы посмотрим, и скорее всего, что вот в этом месте, скорее всего, что мы обрежем. Поэтому и вот этот бывший цветонос, корешок, точнее от него, нам уже не нужен. Так, давайте сейчас до конца. Мы берем всю черноту и отмершие ткани. Так, здесь чернота, ага, смог я ее оторвать. Вот так вот. Наверное, уберем и этот. Так, сейчас я уберу. от этой орхидеи, и мы продолжим с вами со следующей. Итак, я убрал. Сейчас, наверное, мы сделаем раствор, в котором будем их купать. Значит, я использую вот таких два препарата. Это триходермин и фитодоктор. Значит, нам понадобится вода. Нам понадобится весы. Извините. Значит, я буду брать примерно два литра воды, наверное, мне понадобится. Значит, по инструкции на два литра воды нам нужно будет 4 грамма. Есть 4 грамма триходермина и теперь фитодоктор. Так же, как и триходермин на два литра, 4 грамма. Немножко переборщил. Сейчас мы... Вот как раз теперь 8. 8, то есть по 4 каждый. И отправляем это в теплую воду, в которой я обычно поливаю орхидеи. Значит, по инструкции этот препарат нужно замочить в воде и дать возможность грибкам начать взаимодействовать с водой. То есть, грубо говоря, оживить их. Поэтому мы с вами на полчаса 40 минут попрощаемся. В течение этого времени я буду несколько раз вот так вот поколачивать. И через полчаса 40 минут мы вернемся. Ну, вернулся я к вам раньше. Пока медь будет готовиться раствор. Мы распотрошим следующие орхидейки, чтобы не терять время. Значит, посмотрим, что здесь. Здесь тоже самое. Смотрите, торфяной стаканчик, но внутри здесь корешки еще не успели пропасть. То есть, перспектива быстрейшего, скажем так, не выздоровления, а привести орхидею в нормальное состояние. У этой орхидейки шансов по быстроте намного больше. Отличные корешки. Отличные, 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 отличные. То есть, мы посмотрим, может быть, даже эту орхидейку мы сегодня и посадим, и сделаем посадку. Так, сейчас я уберу, и мы вернемся к третьей орхидейке. Итак, сейчас мы займемся третий. Тоже легко вышло. Тоже здесь есть торфяной стаканчик. Естественно, мы его убираем. Здесь тоже корневая система более-менее нормальная. Есть, конечно, некоторые моменты. Вот где тяжи начинаются, мы отрезаем. И сухое тоже. Вот эти тяжи мы тоже убираем. Так, здесь нужно будет убрать засохший. Засохший. Листочек. Как я уже говорил, чтобы не мешал росту. Новых корешков. Нажимаем. Продолжение следует... Видите, тяж и дальше идет корень. Вроде бы хороший, но все равно придется нам удалять здесь, потому что он уже в том месте не нарастет. Веламин уже там не появится. Так, сейчас я уберу этот мусор и заодно поколочу нашу триходерму с фитодоктором. Итак, на очереди наша четвертая красавица. У нее самые большие листья. Сейчас посмотрим, что внутри. Внутри, к сожалению, не очень густо на корне. Тоже имеется торфяной стаканчик. Естественно, мы его удаляем. Так, и здесь... Очень непонятная ситуация. Нужно будет сейчас более внимательно изучить здесь. Так... Здесь вроде корешки живые. Так, сейчас я уберу мусор. Итак, я убрал мусор. Теперь вернемся к этой орхидеи. Значит, меня очень сильно волнует вот эта чернота. Значит, чтобы понять, скорее всего, что мы, наверное, уберем вот этот крайний листик для того, чтобы увидеть реальную картину. Если там что-то смертельное или все будет хорошо. Так... Так... Обрежем вот этот цветонос. Обрежем вот этот цветонос. И здесь чернота вроде бы как убирается. То есть она, как видите, не успела пойти в глубину. Сейчас еще с этой стороны. Да, это грязь. Эта орхидея была перелита. И просто образовалась грязь. Так... Очистим мы по всему стволу. Так... Так... Еще чашек один. Ну что, ждем теперь приготовления раствора. Я вернусь к вам через несколько минут. Ну что, вот и пришло время. Наш раствор готов. Сейчас мы приготовим емкость, в которой мы замочим наши растения. Для начала выливаем наш раствор. Готовый. И добавим к нему положенный литр воды. В общем, я делаю этот процесс уже именно в триходермине и фитодокторе где-то 4-5 раз. Каждый раз я оставлял растения примерно на 15-20 минут. Да, кстати, листочки были обработаны. Как раз можно взять тампон и как раз пройтись и хорошо их помыть. В общем, так мы проделываем с каждым растением. И сейчас я опущу и третье, и четвертое растения тоже самое вот таким способом, чтобы уже не затягивать видео. А то и так очень длинное. И оставлю на 15-20 минут. И мы с вами встретимся дальше. Ну вот, прошло 20 минут. За это время я несколько раз переворачивал эти орхидейки, чтобы они со всех сторон напитались нужными препаратами. Сейчас мы вытащим растения на просушку. Дадим им возможность просохнуть. Затем я приготовил для них вот такие вот горшочки, в которые их помещу пока без грунта. И какое-то время буду за ними наблюдать. И только потом, когда я увижу рост корней, и тургор, как я уже говорил, был нормальный, то тогда я вместе с вами сделаю посадку этих растений. И выглядеть это будет примерно вот так вот. Здесь в горшочке внизу есть пятачок, который не будет давать к концу шейки доставать до воды, которая при поливе может оставаться. И шейка будет всегда в сухости. Ну вот, пожалуй, на сегодня и все. Ждем просушки. Ну, я так думаю, что примерно за час они должны протряхнуть. И я поставлю, как вам только что показывал. Желаю вам здоровых орхидей, хорошего пышного цветения. Если вам понравилось сегодня видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Ну и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok